Всем здравствуйте, друзья! Мы продолжаем, и я подозреваю, что заканчиваем лазерет. Мы поднялись на вот эту суперструктуру, на эту верхнюю палубу. Давай освежим память. Так, нам здесь нужно создать или найти ключ-карту. Видимо, есть какой-то выбор. Потом, смотри, я помню, что... Так, свитч-камера. Я помню, что на одной из камер мы нашли какой-то пароль. Я его, конечно, никуда не записывала. Так, давай сейчас я запишу, короче, 4239. Все, окей. Так, ну я не думаю, что пароль будет еще. Вот это крипово было. Стиралки какие-то. То есть мы вышли в такую, знаешь, типа цивильную область. Где все живут. Ага, мужик пропал. Так, ну все. В принципе, наверное, отсюда нам нужен был только вот этот пароль. Так, флешлайт есть. Заперто. Ну и давай, смотри, что тут за каюты такие. Может быть, мы что-то найдем? Так, алло. Вообще задание, смотри, найти путь на мостик и создать эту ключ-карту. Здесь мы были. И здесь ничего не было. Погоди. Вот это какая-то комната. А, азбука Морзе. Да неужели? Communications. Придется решать какую-то загадку с азбукой Морзе. Вот это я вообще не поняла, что такое. Мне как бы нужно знать, какой ящик открыть или в чем суть. А если я просто буду нажимать на Open? Наверняка это не просто открытие ящиков, а какая-то загадка. А, закрыть. Видимо, нужно открывать в каком-то порядке. Это кто? Первый офицер. Заперто. Капитан, конечно, заперт. Так, и вот здесь мы прятались от чувака. Что вот это такое? Мужик на коне. Выберите предмет. Фонарик. Чего? А зачем мне фонарик? А есть какая-то подсказка вообще, как это решать? То есть туда нужно... Разве может быть такой тупик? Туда нужен какой-то фонарик? Погоди. А 4239 случайно не отгадка ли отсюда? А, здесь цифры 4-то вообще нет. 3-е, 3-c, 2-c. Подожди, 1-а, b, c, d, e. 2-ой, a, b, c, d, e. А, ну понятно. Как я вообще должна это понять? Записка капитана, что он там запретил доступ? Погоди, я что-то не поняла. А что нам нужно делать? Вызвать лифт и смысл? Я куда-то могу поехать? А, б, c, d, навигация, это где я сейчас нахожусь? Погоди. Мы теперь, получается, можем вообще вот этим лифтом пользоваться? А в чем смысл? Палуба D. А, погоди, так это лифт, лифт на суперструктуру, получается. Нифига, кто-то статуей накрыл. Хорошо, я что-то про это не подумала. Получается, мы сейчас должны исследовать всякие объекты. Ключ. Я почему-то думала, комната коммуникации. Почему-то думала, что нам доступен только тот этаж, где загадка. Опять отчел. Я не могу пройти. Я не могу пройти. Ты, ты смотри, я не могу пройти. Я застряла в текстуре вот этого вот чувака. Смотри, все, я стою просто на месте. Я не могу двигаться. Отцепись! А, сохранялка есть? Communications Room Key. Допустим, срабатывает скрипт. Хорошо. Я хочу пробежать. А, я там пробежать-то не могу. Теперь я хочу, например... Например... Палуба С. Я куда-то зашла в палубу С? Чего? Так, в туалет, что ли, спрятаться? Здесь я могу проползти. Нет, здесь все плохо. Нифига себе. Да подогожди. Да подогожди. Блин, мне, походу, придется все обшаривать. Че такое? Выглядит так, как будто что-то в сливе есть. И не могу достать рукой. Опачки! Ты че там, моешься? Ты мойся. Ладно, мы пока записку почитаем. Откуда ты, мужик, взялся? А, я только отвернулась от того, кто моется. Он меня побил. Обращение к команде. Этим утром я обронил ключ от кабины или что-то типа того в душе. В душевой комнате. А, все понятно. Нам говорят, что там в сливе. И, я думаю, то, что он упал в один из сливов. Если кто-то найдет мой ключ, то, пожалуйста, верните. Дерек Нортон, первый офицер. Так, то есть мы понимаем, что ключ от слива это Дерека Нортона, первого офицера. Круто, круто. Значит, все будем сейчас обшаривать. G-Hackit. Взял именную табличку. Интересно. Блин. Я напугалась сейчас. Гачелл вылез. Так, именая табличка, ключ в сливе. На всякий. Давай откроем вот это. Да нифига себе. Слушай, мне на этой верхней палубе подкинули столько загадок, что я просто офигею. Что там такое? Там крючок. А, крючок, чтобы из слива достать. Четырехзначный код. А давай попробуем 4239. 4239? Нет, это не отсюда, прикинь. То есть я могу, получается, на лифте проехаться. Да, вот это не доработали, конечно. Меня в текстуру пихнуло. Могу проехаться на лифте, а могу... Просто идти по лестнице. Добро пожаловать на борт. Всем рекрутам добро пожаловать на борт. Короче, твои личные вещи будут храниться в твоем подписанном ящичке. Ну, как называется? Вот этот вот ящичек, кабинке в сторож-руме, которая находится в холле. Комбинация, это будет твой год рождения. Если вы хотите, то вы можете поменять ее. Какие-то другие вещи, может быть, большие или что-то типа того, они будут храниться в карго-холде, в хранилище грузов. Это написано... Смотри, видишь, записка таким пином. Это означает, что это важное. Нам нужен год рождения чувака для того, чтобы... Год рождения вот этого первого офицера для того, чтобы открыть тут ящик с крючком. Год рождения вот чувака. Интересно, погоди. Теперь меня постоянно преследует мужик. Подожди, мы здесь были? Двери слишком близко друг к другу. Туалеты. Нет, вот здесь мы не были. А в туалеты я не могу зайти? Ну, счастливо оставаться. О, пылесос. А, пройти даже не могу. Пройти не могу и взять тоже здесь нечего. Погоди. А, ну правильно, я говорю, кататься либо на лифте, либо так. Keep out. Типа держись подальше от этого места. Не открывается. Это у нас палуба B. Палуба B, которая почему-то закрыта. И написано, не открывается. Не написано то, что нужен ключ. Написано, не открывается. Палуба A. То есть, я так понимаю, что D это самая нижняя. Ага, смотри, я заюзала ключ от комнаты со звукоморзе. Подожди, я как бы, допустим, была игра недавно. Escape Together, где мы учились вот этот вот код азбуки Морзе разгадывать. Нам не нужно было его вводить, нам нужно было его именно интерпретировать. То есть, там уже был код, мы его слушали и учились его, как бы, ну, как я и сказала, интерпретировать. Не знаю, какое слово подобрать. Смысл в том, что это был первый раз, когда я встречалась с азбукой Морзе, потому что в других играх она мне не попадалась. И вот это вторая игра, в которую за последнее время мне попадается азбука Морзе. Прикол-то в чем? Нам нужно написать здесь какое-то слово. Достаточно легко все делается. Сколько букв? Четыре. Нам нужно слово из пяти букв. А какое? Так, еще раз. И у нас есть именная табличка. Чего? Здесь действий никаких нет. Куда нужны имена и табличка? Вот это непонятно, как решать. Погоди. А мы вообще все обошли. А имена и табличка? Ну сюда это бред. Здесь же какая-то проекция, типа. Проекция или что-то просветить. G-хеккет. Я вообще не понимаю, что здесь надо использовать. Блин, ну хорошо, комнату открыли. И что дальше? Может опять? Давай спускаться вниз. Смотри, мы можем идти наверх? А, еще и наверх можно? А, навигационная палуба. Навигационная палуба. Нужен третий уровень допуска для того, чтобы пойти на мостик. Секьюрити офисер. А, ну что такое? А, как раз куда вставляется ключ-карта? Все, я поняла строение этой локации. Давай еще раз. То есть мы нашли туалет. И мы нашли шкафчик, который нужно вести год рождения. А, погоди-ка, год рождения? Может быть я его найду в комнате этого первого офицера? Давай-ка почитаем, смотри. НОУТС И что у нас там? Как называлась эта записка? Подожди. Выживший болезнь пассажир доктора Хейс. Инцидент. Какие-то, говори, они отмечаются. А, погоди. Мы что, не знаем чья-то кабинка? Кабинка там была номер три, по-моему. Блин, я, походу, тупанула. Навигационная... А, не, мне вниз. Походу, тупанула. Нам нужно узнать, чья это кабинка. Так, это кипа. Вот это что такое? Вот это и кабинка. Смотри, номер три. Как узнать номер три? Это кто? Номер три. Блин, меня прижало. Погоди, у меня правильно логика вообще, или как? Кабинка три. Чё-то не вырубаю, где искать год рождения. Дерек Нортон, первый офицер. Не, ключ... Не, ключ... А, подожди, получается так, что вот этот вот ключ, это первого офицера ключ. А кабинка у нас номер три. А здесь мы взяли кого? Именую вот эту вот штуку. Я забыла, но там был не Дерек, там был какой-то джич, кто-то там. Не понимаю. О! Я не дошла, что ли, до сюда? Он за мной идёт. Прям слышны шаги. Просто пытаюсь осмотреться. Ты слышишь? Спокойно сиди. Рука тебе это? Смотри. О! А, ну и так загадки со шкафчиками. Сто процентов. Куда мужик делся? Вот это крипово придумали рука в стиральной машине. Прикольно. Всё, получается, я на этой палубе просто не дошла. Мурашки пошли сейчас. Просто не дошла до конца. Ну, как я обычно и делаю. Д. Пацаны, а мне в Д или как? Тихо, не надо за мной ходить. Д. Подожди. А, мы же убежали отсюда. Точно, надо было вернуться. Телек нельзя включать? Ну, здесь, как бы... Записки никакой нет. За мной идёт. Вот здесь есть записка. О-о-о, смотри-ка, таблички. Ладно. Так, офицерский стол. То есть, в этой записке описывается вот это вот, какие таблички, куда нужно ставить. Короче, Нортон сидит во главе стола. Блэквот и Аккерман как стакан, как стакан, говорю. Как бокал вина с их едой. Лейтон напротив Блэквотда. Хеккет сидит в конце стола, ближе к Гэлли. Не знаю, что такое Гэлли. Ну, короче, в конце стола ближе к Гэлли. А, Д поменяйте. А-а-а, чтобы эту загадку решать, мне нужно сколько табличек? Пять получается. Думаю, зачем табличка? Гэлли это, видимо, как... Какой-то синоним слова кухня, правильно? Нифига, сохранение какое-то. Так, лады. Туда входа есть? Ну, да. Два входа. Китарка знакомая, а в этой комнате ничего. Не надо ходить. Нифига, сколько нам табличек надо найти? Подожди, Лейтон. А-а-а, так нам надо четыре. Потому что, нанот, табличка уже стоит. Так, вот этого обходим. Свидание. Спортзал. Я предлагаю идти решать загадку с этими выдвигающимися ящиками. Да, вот она. И, так, что у нас нарисовано? Notes. Boxes sketch. Так, вторая справа. Первая, третья. Вторая справа. Первая, третья. Последняя. Так, открыть. Первая. Третья. Последняя. Ну, так, достаточно просто. Так, Horizon Freight Ways. Короче, манифест или список от команды корабля. Вот это Endurance. Список команды корабля, на котором мы, собственно, сейчас находимся. А-а-а, все поняли, зачем это все? То есть у нас код от ящика под номером 3. Третий офицер Blackwood. 30 октября, 73-го. Блин, а как узнать все-таки, чей это ящик? Ты надоел меня преследовать? Сколько можно-то? То есть нам сейчас надо попытаться открыть. Я уже забыла на Курпалубе это. Открыть тот шкафчик. Так, давай еще раз. Так, год рождения. Например, третий офицер. Начнем с этого. 1973-й. Получится, не получится, непонятно. Нет, нифига это не третий офицер. Давай перебирать тогда. Просто будем перебирать года. Не знаю, я не знаю просто, как понять. Номер 3 шкафчик, это что? 64-й, 66-й, 69-й. 64-й. 66-й. Нет, это не оно. Это совсем не оно. 73-й так не подходит. 76-й, 80-й, 84-й, 78. 76-й, 80. Так, что там было? 74-й. 78. 74-й, 78. Зэ, что-то ничего не подходит. А, 84-й, 78. Ладно, 84-й, 81-й, 89. 84. А, 84. Хорошо. Я даже, знаешь что? Я из принципа посмотрю, кому это принадлежит. Как я должна была это решать, непонятно. 84-й, это А, Б, ранг А, Б. Ник Стаффорд. Все, крючок. Крючок опускаем вот... А, не сюда. Блин, по-моему, этот был душ на этом этаже. А, да, вот он. Хорошо. Вот бы в жизни так все доставать. Ключ офицера. Ключ офицера. С-палуба. Мне же вниз. Д-палуба. Ключ офицера. Че? А, не сюда. Че такое? Она делает одинаковых этажей, потом фиг разберешься. А, ну, в принципе, можно... Вот это было неожиданно. Тут, знаешь, такие во всей игре, вот в этой... Скримаки такие, как бы... Ну, не сильно скримачные. Ну, неожиданно, да. Но они, видимо, не стали делать игру чисто на пугающих скримерах. Так, еще раз. Ключ офицера. Куда я хочу применять? Я вообще хаз... А. Первый офицер. Хорошо. Ключ первого офицера. О, нет. Такие замки не сильно понимаю, как решать. А, чистая ключ-карта. Сидимо, мы все-таки будем что-то печатать. Ну, там, на компе. Чистая ключ-карта и пароль. R-Reset. Подожди, а 42, 39 мы же не применяли еще? 42, 39. А как работает это? Блин, я не знаю. Имена это... Так, кей-карт. Можешь попробовать напечатать карту? Пожалуйста, приготовьте, значит, чистую ключ-карту. Это мы уже только что засунули. И security clearance disk. Security clearance disk. Какой-то диск для допуска. А, ну слушай, наверняка он будет в этом... В сейфе. Блин, сохранюшный всякий. Короче говоря, судя по всему, в этой комнате я пропустила, смотри, что. Взаимодействие не появляется вот с такого расстояния. И я просто прошла мимо. Просто эпик фейл какой-то. Давай попробуем ввести 42, 39 тот код, который мы увидели на камере. Конечно, понимаешь? Крест? Что значит крест? Ну давай введем крест. Так, R, reset. Так, буква C. Длинный, короткий, длинный, короткий. Теперь R. Короткий, длинный. Ой, reset. Па-а-а. Короткий, длинный, короткий. Так. Теперь T. Тара-да-тан, та-тан, та-тан. Где? Лайбра-реки. Че? Че? Ключ от библиотеки? Это какой этаж, простите? Библиотеки? Здесь капитан только есть. Какой библиотеки? Ммм, пойду вниз туда. А, ну вот она. Так, окей, библиотека. 42, 3, 9. А, так и сюда мы камеры смотрели. Простите, можно пройти? Прикинь, реально вот представить такое в жизни. А-а-а. Статуям. Это реально очень крипово. Они как бы молчат, они ничего тебе сказать не могут. Ну, эти статуи, это, конечно, ну... Прикол. Имена и табличка Блэквуда. Давай я пройду вот так. И че там еще? Статуя. Статуя, где мужик с конем, по-любому нужно что-то там... Какую-то проекцию сделать. Как так? Скажи, что мужик с конем на этом этаже. Да. Так, статуя. На че это может быть похоже? А, его проекцию, что ли, как-то сделать? А, ну вот я вижу ногу... А, перевернуть каким-то образом. Че-то я... Хэзэк это переворачивается? Эээ, не так сильно. Уи-и-и-и-и-и-и. Пэээ. Короче, у меня что-то получается только так. А мне нужно ее перевернуть. А, спейс применить еще. Же. так а все проще чем я думала все проще чем я думала прям гораздо проще как повернуть сейф да давай запишу 12 725 и сторона вот сюда короче эта стрелка сюда эта стрелка сюда этот сюда это мы пойдем сейчас открывать сейф я уже забыла где ну где-то откроем и табличка для стола капитан понятно так вот он сейф так r reset на 12 повернуть вправо а это лево вообще тысячу 12 повернуть вправо 7 влево 2 право и 5 налево чего еще не так я сделал это короче 12 12 право давай идти на 12 право возвращаемся к нулю 7 влево 7 типа не 7 влево 7 как цифра возвращаемся к нулю 2 право возвращаемся к нулю и 5 влево а до пятерки до пятерки и обратно так а если попробовать по другому значит 12 12 725 просто знаешь пока я до этого доперла я перепробовала все способы имена и табличка теперь нас четыре именные таблички и нужно решать загадку со столом и существует а вот загадка с кодовым замком максимально ненавижу такие загадки просто максимально никогда не понимал эти кодовых замков как они работают так со столом я забыла где стол вообще на на это на вот это вообще на это на вот это или нет для те к а вот же так нортон сидит во главе стола ну допустим давай здесь у нас сидит нортон это сто процентов мы выяснили блэквуд и а керман как бокал вина с едой блэквуд и а керман ты чё нападаешь на меня смысле блэквуд и а керман а керман например ну типа здесь есть бокал они это и блэквуд например сейчас решим правильно неправильно лэйтон напротив блэквуд лэйтон допустим а ну и чё хэкет что-то не так да хэкет в конце стола сидит ближе к кухне хэкет в конце стола это получается вот на этом месте что ли так лэйтон напротив блэквуда это все по факту хэкет сидит в конце стола бэквуд и а керман пьют вино а керман блэквуд пьют вино лэйтон напротив блэквуда а чё не так собственно блэквуд и а керман пьют вино это по факту вот блэквуд вот а керман лэйтон если попробовать лэйтона поменять с хакетом лэйтон а если просто получается а кермана поменять с блэквудом потому что он тогда получается блэквуд к блэквуду привязан у нас лэйтон к блэквуду привязан лэйтон он сидит напротив его вот теперь он да все равно пришлось подумать ключ капитана все ключ капитана а капитан и он не на этом этаже вот это я сейчас напугалась фу капец мне где спрятаться спрятаться а фиг жизнь какая-то да ладно так нам наверх на типа предпоследнюю интересно кипаут будут открываться или нет так капитана они сюда внезапно выскочил а допуск допуск для того чтобы сядать ключ карту все все нам больше ничего не надо ключ карты для того чтобы пройти на мостик какой пол сломался подожди escape the medical deck я провалилась медицинский отсек пациенты продолжают пребывать и они страдают от неизвестной болезни есть стадии развития этой болезни первое у пациента развивается боль в груди или за грудиной например которая увеличивается ой ухудшается постоянно второе я так думаю что это жар наверное температура увеличивается и цвет кожи пациентов начинает принимать какой-то более бледный оттенок третья пациент начинает показывать знаки пациента начинает развиваться такие такие симптомы как знаешь ограничение мобильности ограничение передвижений вплоть до поражения суставов что мешает передвижению четвертое четвертое рентген рентген показал признаки кальцификации внутренних органов которые начинаются с легких и распространяются на все остальное тело это делает так что как бы пациенту становится тяжело дышать пятая кальцификация начинает захватывать и кожу в том числе да и дает пациентам такое ощущение как будто бы кожа становится как камень шестое есть как будто какая-то взаимосвязь между этой длительностью этой болезни или что-то типа того и связь с этим туманом самая быстрая смерть была за два дня когда остальные могли выжить от этой болезни две недели седьмое причина смерти в большинстве случаев вызывается респираторными нарушениями которые вызваны интенсивная кальцификация в легких однако очевидно что процесс продолжается и после смерти пока все тело не будет кальцифицировано то есть типа как грубо говоря как бы пациент становится известковый куда пошел и слышь а таки паут так здесь как офис че за офис то есть доктора местные больничные больничные говорю кара корабельные понаблюдали за всем этим безобразием и сделали свои какие-то выводы интересно на самом деле то есть получается все эти статуи это как раз все кто были заражены этим туманом а чё это а хирургическое отделение да руки помыть сначала надо ключ педлокки а сань чё ты там делаешь вообще педлок это типа от шкафчика какого то так ну хз хз еще один ключ почему не главное меня бьют я же ничего не сделала так а это у нас дверь без подписи а ну и все и подождите что я должна открыть этими ключами два ключа целых здесь что ли что то ну конечно а вот эту дверь что ли открыть как бы на эту дверь требуется два ключа а еще один стоп а где я его возьму где-то я пропустила получается записка только одна здесь записка только одна здесь а вот подожди аааа нифига себе я пропустила проход целый ну в принципе как обычно я делаю это палаты какие то или что а на вот ключик а 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 да мы открыли кип аут а а а да теперь нам нужно напечатать доступ к мостику ей печать ключ карты скотт аккерман ну я конечно наверное не скотт аккерман хотя я сто процентов не скотт аккерман а саймон пишет корабль зайдет в туман в любой минуту где ты вообще находишься типа где ты чего не выходишь так а мне нужно на самый верх по моему так бэк смысле security card вот же все доступ разрешен релиз с локдаун типа отменить блокировку я так это понимаю и вот это отмена блокировки пацаны пацаны я здесь кстати там так и не рассказали про артефакты но нам рассказали что здесь произошло покинуть корабль о прикинь мы реально на улице пацаны реально меня не кинули а где нет а вон они скорее сюда а вы подъезжаете вот сюда вот прикинь наш чел как сиганул оттуда просто а по И типа все, пришел этот туман, и корабль погрузился в туман. Вот такой вот инди-хоррор под названием Лазарет. И я начинаю понимать, почему этот хоррор назвали Лазарет. То есть вся загвоздка, все истории в том, вот в этой последней записке, которую мы нашли. То есть она больше всего объясняет, что здесь происходит. Вот, мне непонятно, почему не объяснили про какие-то загадочные артефакты, про которые в начале игры нам говорили. Вот, ну и в целом, что стало понятно, то что эта игра не нацелена на какие-то там резкие скримеры, резкие звуки, которые, знаешь, там тебя пугают, за угла кто-нибудь такой визжащий на тебя бежит. Нет, эта игра, она больше про головоломки, чем про хоррор. Да, в конце было пару моментов, но нам даже не объяснили, что за существо нас преследовало в конце. Видели мы его еще и в начале игры, и непонятно, кто это, что это, как это связано с этим артефактом, который перевозился на этом корабле. То есть мужик-археолог заплатил денег за то, чтобы на этом корабле беспалево плыть, и ему не задавали вопросов, с ним был какой-то артефакт. И получается, что нам объяснили про вот эти статуи, что это за статую, как получается, что люди становятся статуями. Мы действительно подтвердили вот эту теорию, что это люди, потому что я думала, что, возможно, вот эта команда в оранжевом, да, как бы команда, которая была на корабле, которая работала на этом корабле, Я думала, что это отдельные люди, и они никак не связаны с этими белыми статуями, но оказалось то, что статуи, это вот как раз те члены команды, которые заразились. Мне не понравилась, конечно, загадка с кодовым замком, я не знаю, может быть, для кого-то это легко, но я, по-моему, там 10 вариантов перекрутила перед тем, как я смогла ее решить. С азбука Морзе была достаточно легкая загадка, вообще, как бы тут не прикопаешься. Был такой момент, что я где-то не вижу какие-то пароходы, где-то я не вижу какие-то предметы, с которыми можно взаимодействовать. Ну, это норма, так бывает. Ну, и я, наверное, лично бы и не назвала эту игру прямо хоррором. Это может быть хоррором только отчасти, потому что было все-таки какое-то ожидание того, что игра будет действительно пугать. Плюс, опять же, добавленная в эту игру механика свиста, которая вот на кнопку Q, она, собственно, активируется, мы свистим и получаем ответ от статуи. Что? Я не вижу, чтобы она была как-то реализована в этой игре, чтобы она тебе как-то помогала. То есть, да, она существует, но к концу игры я вообще про нее забыла, что она есть. В целом, что хочется сказать, несколько человек, или даже чуть-чуть больше, просто сели и создали игру, которая работает, не багуется, не вылетает, все с ней хорошо, но она просто вот нацелена на решение загадок. Такой некоторый эскейп-рум, но эскейп-рум из корабля. Я вот так вот это рассматриваю. Ну и в любом случае, было интересно это посмотреть и это пройти. Всем большое спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, чтобы ничего не пропустить, и мы с вами очень скоро встретимся в новых видео. Всем желаю хорошего настроения и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok